Встреча с жителями для обсуждения документа долгосрочного планирования прошла в Большом зале Дворца культуры угольщиков. Вячеслав Кон сообщил, что мастер-план объединил социально-экономическое и пространственное развитие городских территорий, агломерации и определяет наиболее важные направления городского развития до 2030 года. Одним хочется парк, другим парковку, бизнесу административной поддержки, администрации муниципалитетов, хочется налогов, хочется доходов. А сегодня достаточно много вызовов, это так называемые, если по теории Аристотеля, так называемых врагов. Это современные вызовы цивилизации, это и взрывной рост сегодня автомобилизации, миграция, это закрытие производств, это падающая демография. А с учетом существующей исторической застройки и планировки, ну, сделать идеальный город вообще крайне сложно. Но мы все понимаем, что стремиться к этому нужно, поэтому разрабатывая мастер-план Артема, мы представляем, наверняка представим вас не идеальный документ, а документ, который в зависимости от вызова задач будет корректироваться со временем. Глава Артема сообщил, что сегодня в округе развивается как важный транспортно-логистический узел, благодаря международному аэропорту он стал воздушными воротами Приморского края. К тому же через Артем проходят важные железнодорожные и автомобильные магистрали. Здесь расположен самый крупный индустриально-логистический комплекс в регионе. И вот развитие территории вблизи аэропорта нацелено на создание нового инновационного логистического кластера с офисами, с торговой недвижимостью, технопарком, медицинским центром, туристической инфраструктурой. Реализация этого проекта, нам кажется, активизирует приток инвестиций и предприятий в город. Мероприятия по благоустройству, обилие сервисов, постройке гостиницы превратят производственно-деловой центр в городскую среду нового типа. И под эти цели мы определили для себя порядка 200 гектаров. Кроме того, по поручению президента в округе будет построен крупнейший на дальнем транспортно-логистический центр Артем. Еще одна точка роста – это реализация инвестиционных проектов интегрированного развлекательного курорта Приморье, которая является опорой для развития туризма. Глава округа сообщил, что ключевыми направлениями развития территории станут развитие транспорта и мобильности, развитие инженерной инфраструктуры, жилой и общественно-деловой застройки. Также среди приоритетов развития территории, согласно мастер-плану, будет социальная инфраструктура и экология. Очень понравилось наше благоустройство нашего города, то, что у нас идет развитие по планам проекта, что у нас будет развитие для детей, будет развитие вообще полностью города. То есть даже в отдельных, которые более дальние участки, не наш вот этот вот центр, тоже будет развитие для детей, где будут площадки сформированы. Будут центры, как они идут, будут центры разных атлетических, да, спортивных. Ну, как бы, в принципе, инфраструктура развивается и очень даже, ну, в принципе, очень хорошо развивается. Ну и, конечно, хочется сказать спасибо Вячеславу Васильевичу, потому что он очень много усилий прилагает в этом. И действительно, как бы, мы видим, что идет процветание города и что у нас есть изменения, что мы не живем просто с двумя деревьями. После презентации жители задали все интересующие их вопросы и получили на них ответы. Большая часть вопросов касалась сферы транспорта и здравоохранения. Вероника Климов, Денис Надельный, Светлана Нурик, Артемовские новости, телеканал Лента.